Одной из актуальных проблем в Атарау являются так называемые дикие парковки. Сейчас по городу зарегистрированы 145 автостоянок. Большинство из них принадлежат элитным домам. Жители многоэтажек из-за переполненных автостоянок вынуждены ставить машины на проезжую часть. Об этом было сказано совместным заседанием областного общественного совета с Экиматом города. Не секрет, что и детские игровые площадки превратились в паркинг для автомобилей. Как решится этот вопрос? Подробнее в видеоматериале нашего корреспондента. Проблема транспортных пробок на рынках и торговых центрах города еще не решена. В частности, на рынке Дина нет учета заездов на рынок и выездов оттуда. Владельцы рынка благодаря платной парковке получают прибыль в 200-300 тысяч тенге в день. Однако дороги там разбиты, в Колдобинах. Въехавший туда транспорт потом уже не может выехать из-за пробок. Это только один из примеров. В целом, по городу не созданы условия для парковки автотранспорта в районе торговых центров и рынков. Автостоянки торговых центров, построенных по современным образцам, таких как Тамаша, Мерей, Технодом, Насиха, не соответствуют требованиям. На эти места парковки приходится 40-50 автомобилей. Автостоянка торгового дома Байзар просторная. Но въезд на стоянку и выезд оттуда осуществляется через одни ворота. Не учтены меры при возникновении аварийных чрезвычайных ситуаций. Автопарковки возле домов, построенных в 80-90-х годах, очень маленькие, тесные. 38 лет назад в городе были зарегистрированы 133 тысячи жителей. Сегодня эта цифра достигла 240 тысяч. Количество автомобилей увеличилось в несколько раз. Из 153 тысяч автомобилей области 87 тысяч находятся в городе. 2000 единиц городского транспорта ездят, заправившись дизельным топливом. 50 тысяч на бензине. Самое неприятное – в зимний период утром в течение получаса все машины стоят заведенные на площадке перед многоэтажными домами. Вредные вещества выхлопных газов оказывают негативное влияние на здоровье людей, затрудняют дыхание и вызывают разные заболевания. Жители жалуются, что воздух при выходе из дома заполнен черным дымом. Еще один вопрос – заброшенные гаражи. В городе еще много старых непригодных гаражей, которые находятся в частной собственности. На совещании было предложено принудительно вернуть их в соответствии с требованиями закона. Кроме того, было отмечено, что для ликвидации транспортных пробок в городе необходимо эвакуировать авторемонтные центры, автозаправочные станции и торговые рынки за пределы города и потом не выдавать земельные участки в черте города. В генеральном плане предусматривалось создание новых микрорайонов, но они были созданы без подробных детальных планов. В их числе и микрорайон Нурсая. Было просто обсуждение с коллегами и выделены земельные участки на бумаге. Не был составлен генеральный план. Поэтому мы сталкиваемся с такими проблемами. Возникают такие пробки. По словам заместителя Акима города Мейра Макалуи, в следующем году в целях решения проблемы дорожных пробок будет проведено расширение 11 улиц. В соответствии с генпланом планируется урегулировать вопрос с земельными участками старых гаражей в городе. Стоит отметить, что это требует больших затрат. В настоящее время для переселения объектов из 18 гектаров центра города потребуется выделить из бюджета 5-6 миллиардов тенге. Точно так же для переноса гаражей потребуются такие средства. Процесс будет осуществляться поэтапно, исходя из возможностей бюджета. В завершении встречи представители местной власти заверили, что до следующего года оптовая сторона рынка Дина будет перенесена за пределы города. То есть за счет этого будут ликвидированы дорожные пробки на привокзальной площади. Также в связи с нехваткой общественного транспорта в городе до конца года планируется завести 75 автобусов. Динара Жоломан-Казе, Артур Ботпанов, Служба новостей.